Всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием «Пропавший под дождем», визуально новеллу. Я записываю этот видос через 20 дней после второй части предыдущей, и я уже давно-давно позабыл, о чем эта новелла. Она, на самом деле, не сильно меня привлекает, поэтому я с такой задержкой записываю третью часть. Но, тем не менее, на самом деле нет. Я с вами помню, что в прошлой части у нас был разговор с Акулой. Акулой нам рассказала, что вот этот наш сэмпай-убийца, и ей надо поддерживать форму. Ну и, короче, я это все помню. Почему она убивает, с рукой вот этот инстинент, я это все помню. На самом деле, я довольно хорошо все-таки помню. Что я хочу сказать. Я, наверное, говорил, что игра у меня в окне, то есть я не могу на полный экран сделать игру. То есть я вижу нижнюю панель, вот эту панель задач. Да, я это говорю вроде. И типа вот это вверху, знаете, когда окно открываешь, то есть где крестик, сверну там игру, типа сделать не полный экран, вот это сидело. Когда я начинал записывать только, точнее не начинал записывать. Короче, когда я открыл игру, открыл ОБС, у меня почему-то нижняя часть вот этой верхней панели попадала на видео. И я не понимал, типа, как у меня ее из захвата убрать. И в итоге каким-то образом само собой оно рассосалось через несколько минут. И теперь нормально записывает. И я не понимаю, но, в общем, надо записать игру нафиг, и забыть уже про этот сраный захват. Не париться. В общем, ладно, давайте читать. Я не знаю, сколько, опять же, осталось по времени. Либо еще одна часть, либо вот эта последняя, либо еще одна будет. Но я думаю, вы увидите по длительности видоса, по названию. В общем, продолжаем. На следующий учебный день в комнате литературного клуба я бросаю свою сумку на стол и утыкаюсь носом в столешницу. Я ходил на уроки как обычно, но просто не мог сконцентрироваться на учебе. Каким-то образом я все-таки пережил этот день. Ай, не на ту кнопку. Ай, каши дождя. Завтра ночью снова будет дождь. Я хочу слышать твой ответ к тому времени. А пока у тебя есть время для раздумий. Запятая не нужна. После пока. А вот это для чего он нам сказал? А, типа мы ее должны пригласить, заманить куда-то, а он ее заберет. Что-то такое там было. Все, вспомнил. Я пытаюсь рассуждать об этом, но просто не могу придумать ответ. В прошлую ночь серийный убийца настиг еще двух жертв. Запятая опять лишняя. Может быть то, что говорил о каше дождя, все-таки не было ложью. Между быть и то. Нужна запятая. Да, буду душнить. Однако я не могу предать свою мою сэмпай. Она не человек и поначалу он атакует людей. Даже если это правда, это все равно нечто, что я не могу принять, не услышав всех точек зрения. Мне хочется поговорить с ней, но я не видел ее с той нашей прогулки в саду гортензий. Ну, на самом деле это разумно. Типа тут является перед тобой какая-то мистическая акула и говорит, твоя сэмпай убийца. И она вообще не человек, как я. И ты как бы такой подумаешь, чего? Вот, как бы, ну, довольно резонно, что надо ее у нее узнать. Но в то же время, блин, а если она кажется убийцей, и окажется, что ей не нужны свидетели. Ну, не то, что свидетели, а те, кто знает правду. Вот, и устранить тебя еще. И, конечно, этот Аякаша внимательно наблюдал за мной во время дождя. Было бы неправдой сказать, что я не боюсь Аякаши дождя. Его огромные белые зубы все еще мелкают в моей памяти. Их вид напугал меня и заставил чувствовать себя бессильным. Я разбит и испуган. Я определенно не хотел бы помогать ему, но когда представляю, что он может со мной сделать, то снова погружаюсь в раздумья над выбором. В моей голове хаос. Я не могу четко соображать. Что же мне делать? О нет, Ситаджи Кун мертв. Внезапный скрипит двери, за которым следует давно не слышанный мною голос заставляет меня вернуться. Приветики. Привет, президент. Давно не виделись. Верно. Так у тебя дела? В целом... А, как у тебя дела? В целом нормально. Твой внешний вид, однако, говорит мне, что ты врешь. Президент клуба. Ведет себя странновато, как всегда. Ты что-то хотела тут сделать? Конечно. Я хочу пару книжек забрать. В углу комнаты литературного клуба стоит большой шкаф с книгами. Там также лежит журнал отчета клуба, а книги, принесенные членами клуба, стоят по полочкам, доступные для чтения кем угодно. Ты сегодня один пришел? Да, сэмпай еще не появлялась. Как непривычно. Обычно она всегда приходит первой. Может быть, у нее появились дела? Может быть, но, похоже, она вчера в школе и вовсе не появлялась. Да не может быть. И ведь она, братец прекрасного здоровья, в который встроен вечный двигатель. Нифига она тоже. Спрайт двинулся, дернулся. Выражение лица изменилось. Вау. Тут бывают какие-то изменения у спрайтов. Да, главный герой? Не помню просто, как его зовут. А, хару. Сэмпай, однако, скорее всего, просто обычный человек. Она не просто обычная. Она не просто замечательная. Она как монстр. Какая ты проницательная. Внезапно президент прекращает водить руками по полкам. Она закидывает голову назад и пару секунд смотрит в потолок, а затем разворачивается ко мне и говорит. В 80% случаев небрежно брошенные фразы ведут людей к могиле. Ты уже выкопал на себе яму. Я простретила... Простретила... Чего? Ни хрена не понял, что это такое? И теперь вынуждена лежать на своей ноге. Эй, эти идиомы обычно не так звучат. Президент молча кивает. Затем она продолжает искать книги по всем полкам шкафа. Я не совсем понял, чему именно она кивнула, но кое-что приходит мне на ум, и я спрашиваю ее об этом. Я что-то вообще не понял смысл их разговоров. Что они несут? Если подумать, вы с Юкиной Сэмпай писали рассказы для отчета клуба раньше. Это табу. А? Чтение отчета клуба в помещении клуба – это табу. Это пакт с заключенными членами клуба ради сохранения нашего ментального здоровья. Это спасает... Что я сделал? Это спасает наши... Спасает жизни. Твою жизнь, например? Мою жизнь, например. Ясно. То есть лучше его не трогать. Там то есть не нужна запятая. Ради отчета клуба... Ой, ради... Там, короче, там тоже не нужна была. Сита Джекун, ты тоже должен готовиться. Судьба написания рассказа для отчета клуба настигнет каждого. О, что за жестокий мир? Че они несут? Я понял. А я ничего не понял. Положив несколько к ним в свою сумку, она встает на цыпочки и потягивается. Уже идешь домой? Да, я закончила с тем, что планировала. Удачных занятий. Мой возглас останавливает ее на самом выходе из помещения. Из комнаты. Я не уверен, стоит ли внезапно задавать такой вопрос, но если она замолчала, то теперь остановиться не могу. Уже я. Президент, а ты знаешь, почему Юкина Сэмпай выбрала литературный клуб? Я никогда не получал таких сведений. А, то есть не знаешь. Я удивлен ее ответом. Почему? Помимо странной формулировки, я жарашен тем, что она не знает Сэмпай настолько хорошо. Думал, что я знаю? Она спрашивает меня. Она спрашивает у меня это. Пропустили предлог. Будто прочтя мои мысли. Я не могу понять эмоций, таящихся в спрятанных за стеклами очков глазами. Разве вы обе не были участницами клуба в прошлом году? Поэтому я думал, что ты это знаешь. Офигеть, еще смена спрайта. Вы что, вложили во второстепенного персонажа больше, чем в главных героев? Особенно в главного героя, у которого не было вообще изменения никакого на спрайте. Услышишь мои слова, она замахивает своей челкой и заметно вздыхает. Она выглядит задумавшейся, но в итоге решает ответить. В итоге не нужно запитать. Меня никогда это не интересовало. Или я притворялась, что нет. Что? Если ты заинтересован в ком-то, то хочешь быть к ним ближе? Я в таком не участвую. В этом нет выигрыша, но нет и потерь. Я не хочу... Ай, зачем нажимать крана? Но я не хочу ставить на кон свою жизнь. Я даже не думал, что она так это воспринимает. Это девушка. Она выглядит крайне похожей на меня. Банэ Чан прекрасна. Как будто у нее бесконечное число фишек. Даже если она проиграла, то она снова ставит их на все позиции. Может быть, именно так кто-то и становится богатым. А может, она знает правду? Просто судя по их разговорам, как будто она знает правду и намекает на это. Но все равно у него очень странные диалоги. Диалог, точнее. Я бы сказал, что подобное стоит уважения. Я понимаю, какую мысль пытается выразить президент. Но правда ли это? Извини, я что, наверное, крайне странно звучал все это время? Правда ли сэмпай такая непобедимая, как говорит президент? Если ставка повторяется, не значит ли это, что она все равно постоянно проигрывает? Что вы несете? Я не понимаю ваши метафоры. Даже если боль проходит, значит ли это, что раны зажили? Ладно, я пойду. Увидимся. Да, удачного тебе дня. Она опускает ладонь на ручку двери, но внезапно что-то вспоминает и оборачивается. Ко мне. Ко мне. Дело не в том, что я записывал ночью предыдущей части. Сейчас я записываю днем. Вот. Дело в том, что сама игра какая-то унылая, скучноватая, я не знаю. Ну, да пройти-то надо все-таки. Не знаю, если у вас другое мнение, пишите в комментариях. Я очень буду рад почитать. Отчет Клуба. Не хочешь его почитать? Так это ж табу. Думаю, Бана Чан в нем тоже писала. Журнал Клуба. Я удивлен ее внезапному предложению. Разве чтение журнала здесь не является табу? Если меня это не коснется, то мне все равно. Как грубо. Я всего лишь уточняю свои права и свободы. А теперь я точно пошла. Пока. Сказав это, она уходит. Я остаюсь один. Как только президент закрывает с собой дверь, я вынимаю журнал с полки шкафа. Глядя на содержание, я замечаю имя сэмпай под несколькими произведениями. Перелистывая ее работы одну за другой, я обнаруживаю примечательный рассказ. Типа все она написала? Окно. Автор Юкина Акабаны. Первый класс старшей школы. Я люблю книги. Особенно я люблю повести. И еще я люблю смотреть в окна. Не важно, кто ты есть, ты живешь лишь однажды. Никто не может покинуть свою жизнь и занять чужую. Иногда я думаю об этом, как о контейнере для жуков. Все заперты в контейнерах для букашек. Не способны выбраться во внешний мир. Я чувствую, будто у меня нет выбора, кроме как сидеть в заперти. Но в этом мире существуют книги. Книга, будто часть чьей-то жизни. Книга – это маленький внешний мир. То есть, это словно окно в комнату человека. То есть, неужасно. Через это окно виденится окружающий мир. Из контейнера нет выхода, но в нем есть много открытых окон. И я люблю смотреть в окна. Я все еще часто смотрю в окно комнаты литературного клуба. Я немного шарашен. Когда я прихожу в себя, то задумываюсь о сэмпай. Какова ее жизнь в родном мире? Как она вообще попала в наш мир? Я пытаюсь представить это. Внезапный звук заставляет меня подскочить и обернуться. За сегодня это второй раз, когда чей-то голос меня допугает. И там стоит она. Привет, Харуэкун. Сэмпай. Она заходит в комнату слегка шатаясь и садится на привычное место. Да, я вот тоже хотел сказать. Типа, как-то она странно выглядит. Ее лицо выглядит несколько... Сегодня несколько нездорово. Я же, в свою очередь, быстро прячу журнал между полок шкафа. Однако, я все же не думаю, что чтение журнала клуба в помещении клуба должно восприниматься как что-то плохое. С запятыми тут уже беда. Ой, Харуэкун, это табу. Спалили все-таки. Президент клуба мне тоже так сказала. Президент? Она сегодня заходила? Сюда? Да, забрать книги. Что, правда? Я бы хотел оповидаться с ней. Она говорит, это лениво, положив подбородок себе на локоть. Полагаю, это ее усталость все... Это ее... Ой, полагаю, что ее усталость все еще не прошла. Читай этот журнал сколько хочешь. Разве для тебя это не табу? Не, мне все равно. Правда, я уже прочел все, что хотел бы, и поэтому не вынимаю журнал обратно. Вместо этого я сажусь на свое привычное место. Ты себя плохо чувствуешь? Вроде того, в последнее время я от чего-то вымоталась. Лишь на секунду она демонстрирует свой уставший внешний вид. Затем, однако, резко выпрямляется на стуле. Эй, Харуэкун. Да. Она называет мое имя серьезным тоном. Услышав его, я тоже выпрямляю свою спину. Это лишь гипотетически. Если бы мне пришлось скоро тебя покинуть, ты будешь в порядке? С чего бы это так внезапно? Внезапно. Ничего особенного. Но вчера я отдыхал от дома, и мне пришла эта мысль. Я задумал, что же ты будешь делать в школе без меня. Я весь вечер хихикала, потому что просто не могла представить тебя одного в комнате. В этой комнате. Что-то я пропускаю слова постоянно. Это не слишком грубо прозвучало? Нет, мне тоже подобное трудно представить. Ясно. Если ты на меня не обижаешься, то, наверное, все в порядке. Ты вообще можешь представить, как покидаешь нас? Ты любишь наш литературный клуб? Ты такого обо мне мнения? Мне так интуитивно кажется. Что же, твоя интуиция права. Но да, думаю, я переживу это. Я была жива и до того, как попала сюда. Поэтому не думаю, что это неразрывная связь или что-то такое. Думаю, наш образ жизни меняется, и наша обстановка меняется вместе с ним. Извиняюсь. Уныльника немного. Например, сигареты и алкоголь для детей. Сначала они не знают их вкуса, и тем им противно. Но, став взрослыми, некоторые из них просто не смогут без них жить. Разве это не похоже на наш клуб? Интересное сравнение. Она вздыхает. Она встает из-за стола и становится напротив окна. Стоя ко мне спиной, она продолжает свою речь. Да почему постоянно она, 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 она? Можно называть сэмпай? Или же, как ее там? Юмака? Или Юкина? Нет, не Юкина. Юмико. Что-то такое. Мне надо закончить школу. Разве до выпуска еще не придется сколько-то времени? Кстати, правильно, вроде окончить школу. Типа, учебное заведение, ты именно оканчиваешь, а не заканчиваешь. Это так, но я чувствую себя сентиментально. Видишь ли, вчера я нарушил свою идеальную посещимость и в школе, и в клубе. Я чутка расстроена. Она смотрит на меня, грустно улыбаясь. Она сказала, что моя интуиция права. Если это так, то сейчас она прощается со мной уклончивым образом. Это лишь моя догадка, но она должна быть поняла, в какой ситуации находится после нападения и каши дождя. Теперь, проведя один день дома в раздумьях, она пришла сюда, приняв для себя решение. Она наверняка думает, что я ничего не подозреваю. Мне кажется, все-таки здесь всего лишь один выбор в этой игре. То есть мы же знаем, что здесь как минимум две концовки, или даже три. Ну, нет, значит, все-таки не один выбор. Но суть в том, что я предполагаю, что... Ой, что ж такое-то? Вот, я предполагаю, что... Кстати, похожая атмосфера у меня тоже за окном. Все так серо и дождливо. Вот, я предполагаю, что... Как оно называется? У нас будет сейчас выбор. Все-таки принять предложение о и каши дождя, или же все же как-то... Или же, короче, отказаться. Хотя он нас сожрет тогда. Но она ошибается. Ведь я оказался во всем этом замешан. Я не знаю подробностей, но, по крайней мере, я знаю то, что сказал мне о и каши дождя. Сэмпай. Да? Мне надо ответить на ее вопрос. Если ты покинешь нас, буду ли я в порядке? Ты это мне спорю. О, я сейчас заикал. Ну, что это такое-то? Ты это меня спросила? А, да. Можешь ли ты ответить? Я могу это видеть. Но она вроде бы выглядит как обычно, но можно разглядеть чувство беспокойства, скрываемое на ее лице. Если бы ты покинул нас, Сэмпай, то я... О. Вот он выбор. Да, класс, вперед, кстати. Я бы продолжил жить. И я не хочу этого, даже если... Блин, даже если это убьет меня. Чего? Я не понял немножечко вот эту часть. Типа... Здесь вообще написано. Я не хочу этого, даже если это бы убило меня. Может быть, наоборот? Типа... Я не хочу этого, даже если... Ну, типа, грубо говоря, если ты останешься, и это убьет меня, я все равно хочу, чтобы ты осталась. Ладно. А... А, вот так сохранить надо делать. Я сделал сохранение, просто меня сразу выкидывает, я беспокоюсь. Так, теперь смотрите. Не, ну она убийца. Конечно, это немного грубо. И я думаю, она все равно бы... Да вот хрен знает, что она хочет слышать. Типа, с одной стороны, ей будет приятно услышать, если мы скажем, что мы не хотим, чтобы она исчезала. Но, в то же время, если мы скажем, что мы продолжили бы жить, если она исчезнет, то она бы почувствовала какое-то облегчение. Наверное. Я справлюсь как-нибудь. Я не знаю, будет ли моя дальнейшая жизнь так счастлива, но я буду жить. Иногда вспоминаю тебя. Вспоминаю? Да, не забываю. Даже если ты пропадешь из моей жизни, то я буду жить дальше, отчасти благодаря тебе. Я тебя никогда не забуду. Поэтому не беспокойся. Я буду в порядке. Ты не забудешь. Она тихонько бормочет. Затем слегка печально смеется. Ясно. Харуэ Кун Силен. Силен? Да, Силен. А она опускает свою голову, будто задумавшись о чем-то. Но спустя какое-то время поднимает ее обратно. Запятые не нужны во втором предложении. Ты свободен завтра после школы? А, то есть нам не надо забивать ей свиданку, она сама ее забьет. Я не могу подобрать слов, чтобы ответить ей. У меня определенно нет никаких планов, но не уверен, доживу ли я до завтра. Я свободен, но я просто надеюсь, что доживу до утра. А что не так? Ты что, накопил много домашней работы? Да, что-то вроде того. Сапай, похоже, не замечает, насколько расплывчатые мои ответы. Тогда, Хороя Кун, постарайся сделать все свои домашние дела до завтра. Я устала, поэтому теперь я пойду домой и отдохну. Когда мы оба... Да, блин, как громко пиликут-то у меня за окном. Это при том, что у меня окно закрыто. Когда мы оба приведем себя в порядок, почему бы нам не встретиться возле станции? Хочешь накопить освоенание перед выпуском? Как-то ты торопишь события. Ну да, тебе еще год учиться. Это важно, ловить каждый момент. Ну, формально учиться год, а она как бы собирается уже свалить. Ну, короче, вы поняли. Но поспешишь людей, не смешишь? Нет, я хочу спешить. Время, которое я смогу носить свою школьную форму, относительно коротко по сравнению с остатком моей жизни. Она берет свою сумку и идет к двери на выход. Я иду домой сейчас. Что насчет тебя? Немного подумав, я отвечаю ей. Я еще тут немного посижу. Ладно, увидимся завтра. Сэмпай, надеюсь, ты сегодня хорошо отдохнешь. Конечно, все-таки завтра важный для нас день. Сказав это, она погибает комнату. Я резко вдыхаю и медленно выпускаю воздух. Если мое дыхание имело бы цвет, то сейчас бы оно было темным и мрачным. Я чувствую себя так, будто сказал что-то лишнее. Не то, чтобы... Ну, здесь запятая тоже не нужна. Не то, чтобы я когда-то был сильным человеком. Я все еще не привык к жизни в этой школе. И лишь эта комната, без сомнения, место, где я чувствую себя как дома. А сэмпай мой главный собеседник здесь. Причина, по которой я при каждой возможности захожу сюда, это надежда, что она будет здесь находиться. Если я действительно потеряю настолько важного мне человека, то как смогу жить с этим? Я не уверен. Не верю, что у меня в этой ситуации не было другого выбора. Иначе бы она не смогла бы выпуститься. У нее, наверное, не осталось больше вариантов, кроме как вернуться туда, откуда она пришла. И когда это время наступит, я не должен быть препятствием на ее пути. Именно поэтому я должен скрыть свои чувства. Однако это не единственная ложь, что прозвучало в нашем разговоре. Вообще, когда в начале предложения, однако, там тоже вроде не стоит запятая, но... Услышав фразу «накопите вспоминания», мы оба, без сомнения, вспомнили ту нашу прогулку по саду гортензий. Как будто бы мы заключили договор, мы не упомянули ее вслух. Это воспоминание, которое вбило клин... Вбило... Да, это... Это воспоминание, которое вбило... Вбило... Да, блин! Это воспоминание, которое вбило клин в наши отношения, поэтому мы хотим забыть его. С момента знакомства и до расставания, наше время вместе будет прекрасным. Опять запятая лично. Были нехорошие моменты, но в целом это длинное сверху время. Вот в целом, я до конца не поделился, как бы... Где нужна запятая, где нет. Здесь как будто тоже не нужна, ну ладно. Я уверен, что не знающая о скором приближении Аякаши Дождя Сэмпай думает именно так. По этой причине я подыграл ей в запятая не нужна. У меня есть плохая привычка обдумать оконченные разговоры. Я поднимаю свою сумку с пола. Я только лишь предполагаю это, но, наверное, после школы и нашей прогулки по саду... Запятая не нужна по засаду. Завтра она отправится в тот мир, откуда пришла. Ночью я так и скажу Аякаши Дождя. Он пришел забрать ее назад, а теперь ему не надо даже готовить для нее засаду. Они просто могут обговорить эту ситуацию вместе. Это должно решить все их совместные проблемы. Думаю, получилась история, в которой все актеры на своих местах. Никто не может из слова поперед сказать. Да, никто. Выйди из комнаты клуба, я вспоминаю. Ты вообще можешь представить, как покидаешь нас? Ты любишь наш литератонный клуб? Мне нужно закончить школу. Это не было ответом. Нет, она даже не пыталась мне ответить. Нет. Отсутствие ответа, это тоже ответ. О, это... Игры Тел Тел Тел, типа... Молчание, это тоже выбор. Мои ноги на момент замиряют. Потом я взобновляю свой шаг. Я сказал ей, что смогу жить и без нее. Согласно моему ответу, мы оба приняли для себя решение. Даже если этот ответ был из-под палки, этот выбор определит мое будущее. Я хочу, чтобы это закончилось хорошо. Чтобы достигнуть этого, мне просто надо пережить ночной дождь. Ты вовремя. Посреди стучащего дождя раздается серьезный голос монструозной акулы. Стоя под зонтом, я смотрю, как шевелится его гротескный рот. Ответ, к которому ты пришел, не позволишь ли мне его узнать? Я киваю и делаю глубокий вдох сырого ночного воздуха. Мое сердце готово разорваться, леденящий холод бежит по моей спине. И я боюсь, что в любой момент могу запросто потерять сознание. Хотя я хотел бы оттянуть этот момент до бесконечности. Но собираюсь с мыслями и отвечаю ему. Я не собираюсь тебе ни в чем помогать. Потому что в этом сейчас более нет никакого смысла. А? Я не совсем понимаю твою мысль. Прошу прощения, но не мог ли бы ты пояснить ее так, чтобы даже Олух вроде меня мог бы понять, как он, интересно, высказывается, какие обороты? Он звучит одновременно вежливо и грубо. Я надеюсь, я передал эту интонацию. Я постарался. Вот прям и вежливо, и грубо. На первый взгляд может показаться, что он общается со мной на равных, но на самом деле ведет себя властно и провоцирующе. Вот именно аристократ, который говорит с чернью. Типа такая красивая, такая поставленная речь, но при этом высокомерная, которая вот и в этой речи прям чувствуются нотки превосходства. Во время нашей первой встречи, запятая не нужна, я ощущал, что его снисходительная натура, это всего лишь притворство, но теперь это более чем очевидно. Здесь тоже, наверное, в конце не нужно запятая. Теперь я уверен, что ей каждый дождя считает меня глупым человечишкой. Все мое тело ощущает себя оскорбленным вплоть до всей поверхности кожи, но я собираю волю в кулак и отвечаю спокойным голосом. Это просто. Больше не надо выманивать сэмпай и забирать ее домой. Она, скорее всего, и сама к тебе скоро направится. Сегодня мы с ней разговаривали в школе, хотя она мне напрямую это и не сказала, но упомянула скорый выпуск из школы и покидание этого места. Я уверен, что это она начала свое возвращение по времени на завтра. Поэтому, запятая не нужна, не мог бы ты подождать до этого момента? Она наверняка вернется обратно в ваш мир. Тебе не надо убивать меня из-за того, что она не последовала приказу вернуться назад. Она, должно быть, поменяла свое решение. Тогда почему бы тебе не вернуться обратно, откуда ты пришел, и не выслушать потом ее историю? Это хорошо сказала предыдущую фраза. Как странно она звучала. Мой голос укасает шуми усилившегося от дождя. Будто камень, выступающий над поверхностью воды, а я каждый дождя пристально смотрю на меня, не шевляя глазами, и на несколько секунд погружается под землю. Когда он возвращается обратно, то начинает говорить медленно, так, будто комментирует мой аналог для аудитории. Что же, в твоей истории есть много беспокоящих меня пробелов, но давай отложим их обсуждение на потом. Мне определенно не нравится тона его голоса. Но все же, в твоих суждениях есть серьезная ошибка, которую я просто не могу проигнорировать. Ошибка? В чем? Ты, похоже, неправильно меня понял, но причиной, по которой я прибыл в этот мир, не является возвращение Юйкины Акабаны домой живой. По приказу моего господина я прибыл убить Юйкины Акабаны. Она неоднократно отказывалась вернуться домой, поэтому я объяснил, что убью ее по этой причине. Однако это не значит, что я не стану убивать ее, даже если она вернется. Почему? Разве вы с ней не соплеменники? Ну, типа, это, знаешь, что-то вроде смертной казни. Ты не понял этого? Конечно, мы с ней существа одного толка, но именно потому, что она позор всего нашего вида, она и должна быть убита. Раскрыв свое истинное лицо, монструозная акула оголяет свои зубы и начинает гневно барахтаться на месте. Я настолько испуган, что не могу даже пошевелиться. Как смеет какой-то человек быть настолько наглым? Как ты посмел пытаться договориться со мной от ее имени? С всплеском воды фигура аякаши дождя исчезает из моего поля зрения. Я прихожу в себя и оглядываюсь, ища, и оглядываюсь, ища, куда же он мог подеваться. Ощущая невыносимую усталость, я неосознанно опускаю свой зонт и понимаю свой взор к небу. Тьма, кромешная тьма. Бесконечная черная тьма скрылась позади множества ярко-белых зубов. Я должен был так поступить с самого начала. Че, сожрал нас? Я слышу приглушенный звук плескающейся воды. Мое сознание возвращается из небытия. Я слышу звук дождя. Нет. Да? Что? Он нас забрал, типа, в свой мир или что? Харуэ Сид... А, я, блин, это... Блин, я не помню, как я решил читать в первой части. Харуэ Ситаджи здесь. Как будто на японский манер Ситаджи на второе слово. Заслышав голос Аякаши дождя, я дергаюсь от страха и пытаюсь скачать на ноги. Я вглядываюсь в свое окружение, несмотря на безумное головокружение, норовящее превратиться в обморок. Вокруг темно. Я не вижу никаких акул. Похоже, что он только что проснулся. Его глубокий, отдающий эхом голос заставляет меня оцепенять. Я чувствую, как звук его речи обволакивает все мое тело, а также ощущаю теплую, шаткую и колеблющуюся поверхность под ногами. Теперь я понимаю, в какой ситуации оказался. Я внутри рта Аякаши дождя. Когда мои глаза привыкают к тьме, я замечаю ряды величественных зубов сверху и снизу моего поля зрения. И тень, что я могу различить, глядя наружу и в рта, это... Жизнь этого мальчика важна для тебя, разве нет? Тогда я меняю ее на твою. Понимаешь мне? Юкины, акабаны. Все-таки юкины. А если быть точным, то Аякаши крыльев. Аякаши крыльев. Смертоносное краснокрылое божество. Сэмпай! Не шуми. А, это он говорит. Не шуми. Когда я инстинктивно дергаюсь вперед и кричу, то мои ноги начинают скользить назад. Аякаши дождя поднял кончик его языка. Своего языка тогда уж. Типа там оригинально, наверное, было. Типа, ну, Рейна Аякаши там. Понял, как понял. Блин, как понял. Ну ладно, короче. Типа, кончик. Ну, типа, этот, конец вообще. Ну, короче, типа, там было, где его, там было хиз. Вот. То есть у них, типа, хи, хиз. Типа, поняли. То есть он, типа, его. То есть, вот, как здесь перевели, типа, его. Но, когда такие предложения приводят на русский язык, надо менять его на своего. Аякаши дождя поднял кончик своего языка. Харуя-кун. Не смей шевелиться, богиня. На секунду мне кажется, что мое тело будет выталкивать, будто выталкивает из воды, когда Аякаши дождя повышает свой голос. Каким-то образом я умудряюсь избежать падения в глубину его пасти, и язык акула наконец-то приходит в исходное лежачее положение. Эй, Аякаши дождя, ты правда думаешь, что это со мной сработает? Ты хоть знаешь, кто я такая? Конечно же я знаю. Если ты попытай... А, если я попытаюсь атаковать тебя напрямую, то мои шансы на победу мизерны. Именно поэтому я решил поступить так. Судя по всему, вас с этим мальчиком связывают глубокие узы. Даже с взятым тобой заложником для меня будет просто одолеть тебя и забрать его себе. Разве не так? Определенно, это будет просто. Но я расплющу этого парня в тот же момент, когда ты попытаешься это попробовать. Попытаешься попробовать. Гениально перевели. А как в оригинале? А, я не могу язык менять, походу, грыжалка. И даже если я погибну, то на мое место обязательно придет кто-либо еще. Я всего лишь член передового отряда. Моей жизнью торгуются. Это выглядит нереальным. История о мире, про которую я даже не знаю. И суровый голос сэмпай, который я слышу впервые. Все это кажется иллюзией. Так ты готов умереть? Я здесь бед для выполнения задания моего господина. Поэтому жизнь и смерть для меня сейчас не имеют никакого значения. Скорее, возвращение живым при неудачном выполнении моей миссии станет для меня реальной смертью. Тут вообще нижнюю запятые. Мой отец определенно любит своими домашними, определенно любим своими домашними питомцами. То есть ее собственный батя приказал убить ее. Да, не завидуй тебя, деваха. Никто не в силах совпадать, совладать с моими чувствами. Разве не это причина, по которой ты почитаем этим пареньком? А я хочу дождя открывать свой рот. Благодаря этому я могу разглядеть происходящее снаружи. Посреди ливня и ночной тьмы еле виднеются белые тучи, белые лучи лунного света. Капли дождя, скопившиеся на деревьях и травах, отражают это сияние, переливаясь. Картина воды и лунного света, вырисовывающих очертания цветов в кромешной тьме, поражает. А что она делает в саду гортензийской зоны? А, это сад гортензий. Открытое пространство посреди деревьев и цветов. В середине него стоит знакомая мне фигура. Ты Май Сэмпай, верно? Харуэ Кун. На контрасте с предыдущими репликами теперь его голос звучит очень жалобно. Похоже на стало время для вопросов. А, это он говорит. Похоже на стало время для вопросов. Видя ее слабость, я каждый дождя решает перейти в наступление. Харуэ. Ты бы не хотел ничего у нее спросить? Я уверен, что ты многое хочешь знать. Пока что я позволю тебе немного поговорить. Мне что, нельзя говорить без его разрешения? До этого момента казалось, что права на это у меня и вовсе не будет. Потом на его голос я еле могу понять его настрой. Высокомерие дождевой акулы – вещь, которая достойна восхищения. Как и его проницательность. Он наверняка ждет, что я начну осуждать ее. Должно быть, это было в плане для этой встречи с самого начала. Но, я говорю, она убийца в любом случае. Поэтому, ну... Так как я понимаю его злобные замыслы, я не могу позволить себе оказаться пешкой в плане, а я каждый дождя. Лунный свет падает на сэмпай, и я вижу, как она кусает губу и слегка опускает голову вниз. Я не могу причинить ей вред. Однако, и не знаю, с чего бы мне стоило начать этот разговор. Прости, Харлакум. Она заговорит первой. Я теряюсь от неожиданности. Я думал, что она будет ждать каких-либо слов от меня. Я знаю, что должна была обсудить это с тобой первой, и уверена, что у тебя накопилось много вопросов. Для начала, все, что сказала я каждый дождя, правда. Я не человек. И это правда, что я нападал на людей. Я прятал свою настоящую природу. Поэтому я обманул тебя. Мне очень жаль. Я не знаю, как тебе и в глаза теперь смотреть. Она говорит с горечью в голосе. Признавать свою вину должно быть очень больно. Но честно. Да, возможно, она сбилась с верного пути, но меня это больше не волнует. Я не хочу играть роль пауча, которую задумал для меня ей каша дождя. Это судья должен определять тяжесть грехов. Но я лишь кахай для моей сэмпай. И сейчас, как ее хап... Аааа, хивая. Я не радилась. И сейчас, как ее кахай, все, что я должен сказать, это... Нет. Я был тем, кто обманул тебя. Я не хочу, чтобы мы с тобой расставались. Я всего лишь слабый человек. Сэмпай, ведь ты все еще сомневаешься. Ты все еще не хочешь справляться домой, ведь так? Тогда она уже решила, что вернется обратно, поэтому я дал ей лишь еще один дополнительный повод. Но разве это не мои слова погрузили ее мысли в темную пучину сомнений? Зачем ты пришла в этот мир, сэмпай? Зачем ты поступила в старшую школу? Не дожидаясь ее ответов, я продолжаю задавать вопросы. Выдержав паузу среди шума дождя, она начинает говорить. Я была выращена своим отцом, как какой-то питомец. Я была закрыта в комнате, просторной, но пустой. Лишенный окон и напоминавший мне контейнер для букашек. Я была там одна, никого не видя. Именно поэтому я хотела завести какие-то новые знакомства. Поэтому я направилась сюда, в этот мир. Но это было трудно. Общаться с людьми оказалось просто, но я хотела построить настоящие отношения. У меня это получалось из рук вон плохо. Может быть, потому что я не человек, в конце концов. Мое время здесь подходило к концу, поэтому я хотел сдаться и отправиться домой. Но встреча с тобой заставила меня остаться здесь еще чуть подольше. Я ранила многих людей. Я потеряла счет, сколько именно людей пострадали из-за меня. Моя вина сокрушает меня. И теперь даже твоя жизнь оказалась в опасности. Я правда вела себя плохо. Я не понимаю, типа здесь надо посоветовать правду или нет. Как будто здесь в таком значении, что не надо посоветовать. Да, что не надо посоветовать. Будто только правильно, если я исчезну. Это неправда. Я всегда считал тебя хорошим человеком. Это весело, когда ты общаешься с человеком и у вас все хорошо. Но если вещи идут плохо, дела у что-то. Или ты делаешь ошибки, , то это приносит боль, верно? Даже постигая неудачи, ты продолжала пытаться понять человеческие отношения. И это замечательно. Ты пробовала вновь и вновь. Ты должна быть горда собой. Сильный человек из нас – это ты, не я. Довольно. Ты что, не ненавидишь ее? Мои барабаны и перехоньки чуть не лопаются от шума ярости и каши дождя. Он должен быть реально разогневан, что события проходят не по его сценарию. Но благодаря ему у меня появился шанс сказать то, что я хотел сказать. И это все, что я могу сделать сейчас. Услышав мои слова, она закрывает свои глаза. Затем, после некоторой паузы, как будто осознав суть моей речи, она снова открывает свой рот. Спасибо тебе. Ее лунг загорается белым светом. Ее пальцы касаются затылка, сэмпай. Ее пальцы касаются затылка, сэмпай. Так это же ее пальцы, типа. Тогда уж на было пальцы сэмпай касаются ее затылка. Идиоты, переводчики. Сэмпай, твои слова были для меня спасением. Я могу видеть это. Сияющие белым кончиками... Нет, сияющие белым кончики пальцев высвобождают нечто из ее тела. Крылья. Из получившейся из теле... На теле полосы вырывается свет, как будто вода, прорвавшаяся сквозь дамбу. Это будущее, что я могу видеть собственными глазами. Долгожданный момент настал. Она демонстрирует смирение. Пришло время исполнить ее желание. Каким-то образом я умудряюсь выскочить и спасти акулы. Мгновенная потеря концентрации Айкаши Дождя это единственная возможная причина, по которой человек может сбежать из его плена. Пока я бегу к ней по мокрой траве, я кричу ее имя. Я не дам тебе сделать это. Но я всего лишь человек. Даже если я могу обмануть монстра на пару секунд, то победить мне его невозможно. Ты, ублюдок! Айкаши Дождя набрасывается меня снова. Прежде чем акула поглотит меня, я успеваю сказать. Я хочу, чтобы ты жила. Как человек или скорее как Йо Хахай. Это все, что я мог ей сказать. Тело акулы полно темной воды. Я плыву внутри Айкаши Дождя, будто по бушующему ночному океану. Мой кислород кончается. Я начинаю терять сознание. Это ощущение не то утопления, не то удушения. Мои мысли начинают путаться. В чем был смысл моих слов? Что значит для нее остаться живой? Оставаться живой? Я не знаю. Вода кружится вокруг меня. Если акула не закрушила меня своими зубами, это значит, что он все еще хочет использовать меня как заложника? Я не знаю. Я больше ничего не знаю. Задыхаясь, мое сознание начинает рисовать мне картину пребывания в небытии. Я вижу что-то темное. Это белый свет. Должно быть это... Это ладонь сэмпай. В темноте она выделяется. Ее рука... Ее рука резко врывается во тьму. Она хватает меня за мою руку и вытягивает наружу. Что, нагрохнула? Ух ты, ни хрена себе. Мое тело висит в воздухе. Мы летим по ночному небу. Ты это... Сэмпай, верно? Я спрашиваю, хватая ротом в воздух. Я не могу скрыть удивление от облика существа, вытянувшего меня наверх. Длинные волосы. Белые, как сам лунный свет. См... Смоляна, черное тело с ярко-красными крыльями и отсутствующим лицом. Красивое и необыкновенное существо. Создание, неизвестное нашему миру. Да. Я твой сэмпай, Харайкун. До этого было я твоя, но типа в женском роде всегда сэмпай использовали, а тут в мужском. Окей. Голос, отвечающий мне, определенно принадлежит ей. Да будьте вы прокляты! Он яростно кричит и бросается за нами. Из-за одного у его бока вытекает черная вода, что означает, что он был проткнут в этом месте. Сэмпай, все еще держа меня, останавливается в воздухе и направляет ее руку в сторону Аякаши Дождя. Свою руку! Ая... Аякаши Дождя! Ты сказал, что готов пожертвовать своей жизнью ради выполнения задания моего отца. Тогда я тоже готов пожертвовать своей... Блин. Стоп. На своей. Ее пальцы вновь загораются белым, создавая световой барьер между нами и Аякаши Дождя. Видя акулу, буквально врезающуюся в стену и падающую на землю, она подносит свою руку к груди, как будто успокаиваясь. Сэмпай... Все в порядке, не волнуйся. В ее груди раскрывается тонкий разрез. Затем, как будто преисполняясь светом изнутри, из этого отверстия наружу вырывается ослепляющий луч. Луч света словно разрезает ночное небо, но постепенно угасает и в конце исчезает, как будто иссякший поток воды. Смертоносное краснокрылое божество, что ты... Я вернул жизненную энергию, что украла обратно в небо. Теперь я не смогу пробыть в этом мире долго. Я вернусь в свой оригинальный мир. Ни я, ни Аякаши Дождя не выглядим понимающими суть ее слов. Однако она продолжает. Аякаши Дождя, твоя работа здесь окончена. Можешь ли ты отправиться домой и подготовиться к моему возвращению? Ты с ума сошла? Даже если ты вернешься сейчас, то тебя не пощадят. Я планировал убить тебя, но теперь уже слишком поздно. Будь уверен, у меня недостаточно силы или времени, чтобы нападать даже на людей в этом мире. Сказав это, она опускается на землю. В воздухе становится настолько тихо, что предыдущий шум борьбы кажется теперь ложью. Ладно, давайте на этом закончим. Грядет, конечно, концовка. Я думаю, мы до нее дойдем, но что-то все не выступает, не наступает концовка. Я надеюсь, что в следующей части мы получим концовку где-то в начале видоса. И заодно уже посмотрим на альтернативную концовку, если мы выберем другой вариант. И опять же говорю, здесь вроде три концовки. Вот. В общем, если вам понравится видео, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на Boosty. Вот. Ну а с вами был Рикард. Всем хорошего дня, утро, вечера, ночи, когда вы не старели. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok